Здравствуйте, ребята! Я с вами Валерий Бовсыновский. Я сейчас хочу вам рассказать некоторые вещи. Вы, пожалуйста, возьмите ручку или с бумаги, и время от времени, когда вам покажется важным, останавливайте видео и записывайте. Именно на бумаге, либо вам удобнее в блокноте, ну, не важно. Важно, чтобы после видео вы понимали, что вам делать. И вот именно к такому формату сейчас я веду школу в течение 2020 года. Итак, как стать программистом? Я четко разделяю три этапа. Первый этап – знакомство. Сейчас я объясню, что нужно понимать. Второй этап – развитие, что нужно понимать. Третий этап – разработка, что нужно понимать. По сути дела, зачастую ребята мне часто пишут, «Добрый день, это Валерий Иванович. За сколько можно выучить язык?» Ребят, вот посмотрите видео, да, вот, и переосмыслите, за сколько вы это можете пройти, пройти, то за столько вы его и выучите. Всё. И это первое. Второе. Насколько правильно вы взаимодействуете с языком? Ведь, в принципе, процентов 70 в школе я учу, как учиться. Именно как учить язык, как правильно поступать. Потому что кто-то там читает книга, книги – это абсолютно бесполезное занятие. Да, можно. Все начинают, да, что-то взять. Итак, ну, вначале я вот прочитаю, да, будем опираться сейчас вот на Виктора. Недавно пришёл парень, я, так понимаю, больше 30 лет. Ребят, ну, я вообще с языком познакомился в 38 только. Это в 38 лет я только открыл для себя язык. И, кстати, вот сразу дам видео, которое ребятам очень, ну, понимают они его. Дам на YouTube ссылку, там много очень ребятам нравится. По сути дела, рассказывал о себе, но, получилось, рассказывал о вас. То есть, как стать программистом – моя история. Да, и увидите, что вы поверите в себя. А я буду собирать эти ссылочки, и давайте вот опираться на Виктора. Да, вот пришёл новичок. Вот что ему делать? То есть, человек хочет выучить язык, и я, вы знаете, ну, вот у меня есть кошечка, да, да, она там язык, но она мяукает, я говорю. Ну, допустим, я говорю, пошли кушать, и она идёт. Вот, она понимает, и она ещё мыркает, да, то есть, мы как бы общаемся. Каждый на своём, мы понимаем друг друга. Извините меня, человек, каждый человек, он уже мыслит, как программист. Поэтому, ребят, отбрасывайте сразу мысль, что вам что-то недоступно. Отбрасывайте мысль, что, например, иногда спрашивают люди, да, а что это, надо знать математику, ребят, это чушь, это полнейшая чушь. По одной простой причине, что язык же это не математика, просто я заметил такое. Люди, которые любят математику, они выбирают направление, больше связанное там с искусственным интеллектом, да, именно связанное с числами. Те, кто меньше, больше гуманитария, они выбирают веб, выбирают, то есть, другие, у них просто интерес. И поэтому там, где математики практически нет. Поэтому язык это очень широко. Но мы сейчас будем говорить о платформе. Итак, я собираю ссылочки, которые будут в описании. Поехали. Вот смотрите, Виктор пишет. Очаровательный питон, начало полного курса изучения. Отлично, отлично, я обалдею, все четко, до каждой мелочи. Я очень довольный. Видно, что вы стараетесь, видно, что хотите помочь. Но вчера провел 4 часа, сегодня утром больше часа, пока не наткнулся на него. Везде ролики, начните здесь. Да, есть много вещей. Но я еще раз говорю, надо, сейчас я поясню, надо понять, как работать с языком. Следующий нашел, опять час ходил по лесу, а потом дальше пошел, отлично, отлично, отлично. Действительно, что даже 8-летние дети, 6-летние, Виктор, понимают. До 6-го курса дохожу, слышу, заходим. И там что-то непонятно. Виктор и другие ребята. Первое, то, что надо, вот вы начали изучать язык. Первое, всегда надо писать, что вы будете делать. Допустим, вы сейчас изучаете списки. И, заметьте, я вам отправил письмо, где написана четкая инструкция, и где есть видео. И дал вот это вот видео, да, надеюсь, что потом посмотрели. Дал видео, ваш план и ответ, как выучить вообще язык. То есть, где, в первую очередь, я рассказал, что важно именно ваше понимание, я дам ссылочку, как вы работать с языком будете. Теперь, Виктор, давайте отбросим все. Вот вы начали изучать язык. Идет первый этап. У вас идет знакомство. Уроки эти находятся... А, для новичков, ребята, сразу давайте уберем вопрос. Значит, вы посмотрите все видео, и начинать надо получать пожизненный доступ spb-tut.ru, и обязательно получить доступ к Kotlin, потому что есть смысл эффективно, мы об этом поговорим. Изучать два языка. Это однозначно. Как раз в этом видео я и рассказал. То есть, сейчас я на этом останавливаться не буду. Эти ссылки я тоже дам, да, в конце. Итак, опираемся сейчас на Виктора. То есть, взяли, пошли. Изучение Python от А до Я. Ваша задача первая – это знакомство. По сути дела, начало полного курса... Так, ну, у кого нет, я считаю, что у вас есть доступ. Можно зайти к гостям, первые уроки посмотреть, нажать, да. И находим первые два курса, да. Прошли первый курс, прошли второй курс, первый раз, два. Потом вы дальше переходите, дальше переходите к полному курсу. И вот здесь пошли, смотрите. Числа, списки, строки, словари. По сути дела, есть типы данных. Слышите, Виктор? Список, словарь, кортеж, значится, строка и так далее. По сути дела, что вы должны на этапе знакомства увидеть. Следующее. Вы должны, первое, четко представлять, как это технически пишется. Что список – это квадратные скобки, что строка – это кавычки одинарные или двойные, что кортеж – это круглые скобки, что словарь – это фигурные скобки, и дальше разделяется ключ значения. Просто лучше пройти два раза. Но есть дополнительные действия, которые необходимо делать на первом этапе, чтобы было эффективней. Ребята, смотрите, вот в чем суть. То есть вы проходите списки, проделали, допустим, проделали списки, посмотрели урок, открыли среду разработки. Кстати, среду разработки самое простое – взять либо пайчаром. Пайчаром есть бесплатная версия, где для изучения питон больше чем достаточно. Профессиональная – там уже надо для джанга. Значит, просто набираете пайчаром, скачиваете, скачать, и скачиваете версию, значит, для разработки только Python, коммунит. Для джанга надо профессиональная версия, либо я уже давно пользуюсь Visual Studio Code, есть в группе, в группе заходим, там есть и ролики, и все. Сайт я переписываю, поэтому он изменится скоро, но найдете, группу всегда найдете. И в группе есть, да, то есть посмотрите, сейчас, секунду, очень важно быть в группе, и сейчас я скажу, да, так, и дэ для разработки, и здесь смотрите, саблем, текст, Visual Studio, для джанга, и я вот, как ее настроил, так вот мы переписывались, почитайте, посмотрите видео, здесь настроите, мне, мне она тоже очень нравится, для джанга подходит, на будущее, для питон, для начала можно и Visual Studio кода, либо по HR, значит, смотрите, разобрались с этим, проделали урок, дальше, вам важно написать несколько раз, то, что в уроке, но своими словами, не берите, хоть где-то я показывал, но не берите никогда, если пишите примеры, не берите математические примеры, старайтесь писать то, что вам знакомо, как сварить суп, как налить чая, то есть то, что вы понимаете, и делаете каждый день, дальше, важный шаг, надо начать тренировать это, я, мы там много где-то работаем с документацией, всегда старайтесь документацией, найти списки, всегда делайте так, старайтесь, раз Python List, да, допустим, все, найдите, пока можно пользоваться, на данном этапе, любыми вещами Google, для вас что самое важное, что вы понимаете, сейчас вы ищите список, вы знаете, как он выглядит, то есть у вас идет сравнение, да, вы увидели, ага, вот он список, да, я его узнаю, отлично, первый этап пройден, открыли, Django, допустим, в будущем, вот как это у меня было, вы знаете, я открываю Django, и помню, я открыл файл настроек, что у меня здесь за проект, и зову жену, и говорю, а ты знаешь, это вот списки, это словари, а это, допустим, там, вот там, это строка, и я понимаю, сижу, что я это понимаю, что я вижу в коде, что для меня это не кавычки, не скобочки, а это у меня преобразилось в типы данных, которые должны быть. На этом еще первый этап не заканчивается. Самое важное, что желательно начать делать, если позволяет уровень, вы переходите в Django 2 сервер, и здесь вам надо, сервера вам не надо, здесь есть простые вещи, но которые вам сразу надо находите для начала. Даже гид мы пока опустим. Даже гид мы пока опустим. Вот. Подключим Mark Daven. Запомните, ну Mark Daven это язык разметки, я всегда начинаю вообще любой проект с документацией Mark Daven. Да? Всегда у меня есть документация Mark Daven. Сейчас я немножко другой, который я сейчас делаю. Вот мой проект, и я учу так ребят. То есть у меня всегда есть Вики, я там это и объясняю. Да? То есть здесь я записываю, прописываю то, что мне надо. Да? И все начинаете писать. Ребят, смотрите, если вы не приобретаете эту привычку, и сразу даю вам видео, которое ребятам, ну, совсем не нравится. На самом деле, особенно кто начинает, они это пропускают. А на самом деле, вот когда мы начали заниматься разработкой, и списки хедонат, вот даю видео. подготовка разработчика, что первично, первично навык или код. А первичен навык, ребята. То есть я рассказываю, какие привычки надо приобретать. Так вот. Первая привычка, которую вы должны приобрести, не прочитали список, а именно создали проект Мордава, и опишите, что такое список. Вот так и пишите. Прямо, вот как вы вначале не понимаете, а присвои значение там список, и комментируете, да? Это список. Там. А это переменные. Вы должны прописывать все. Все прописывать. Здесь нарабатывается важный навык. Смотрите. Если вы приобретаете эту привычку описывать, то со временем вы начинаете описывать весь код и понимать. Если вы не приобретаете эту привычку, то вы очень много теряете. Почему? Вот вроде получается, в конце концов, как собака. Код понимаю, а писать не могу. Почему? А выразить не могу то, а выразить не могу это. Поэтому, ребята, вот эту привычку надо обязательно нарабатывать с первых шагов. Проходите урок, записывайте, комментируйте, чтобы у вас все это сохранялось. Я же говорю, создали проект, создали маркдаун, и начинайте работать. Но вопрос в том, что эту привычку надо приобретать. То есть, по сути дела, ведь просто, на первом этапе, на первом этапе, для вас важно, вот со списками, да, там инструкции, синтаксис, там фор, это все вы выучите. Для вас важно функции. Функции, запомните, это королева кода. Функции, это все, потому что в классах это будут методы, считайте, ну, а так функции мы описываем. И вот, что я вам порекомендую, это тоже записываем себе, что как только вы дошли до функций, то дальше вы сами стараетесь все тренировать в пределах функций. То есть, если вы хотите совершить некую операцию над списком, то вы тупо пишете функцию, да, и потом уже делаете операцию. Там в списке добавляете элемент, убираете элемент. Но сейчас главное вам запомнить, что на первом этапе у вас идет знакомство. На выходе вы должны первое, четко понимать, то есть, как технически обозначается где наш файл? Как технически обозначается список, словарь? И так далее. На первом этапе для вас краеугольный камень это типы данных. И вы потом заметите, что я не раз буду вас возвращать именно к этим вещам. Так построен курс. Почему? Потому что, это когда вот вы начинаете, допустим, там курсы, да, Джанго потом. Мы пока... Там написано, где Джанго проходить. Так, так, так. Сейчас я кое-что посмотрю. Просто я не помню, где я это размещал. Но это должно где-то быть... А вот оно на первой странице. Смотреть методиками моментального понимания. Здесь вообще смысл в том, что вы для себя именно на первом этапе, вы сейчас себе запишите. Ребята, это все на самом деле очень просто. Открываете Лутса, да, и читаете конкретно список. Я сейчас не буду открывать. И там будет написано бла-бла-бла, это последовательность. И вот здесь, здесь вы должны для себя понять, что есть последовательность, а что нет. Поэтому в типах данных это единственное, что надо понять очень четко. Почему? Потому что тогда мы легко отвечаем на все остальные вопросы. Ну, например, следующие, чтобы вы понимали. Да, то есть вот про последовательность эти курсы есть себе запишите. А давайте вот так. Это список. Вот смотрите. Элемент 1 там, элемент 2, элемент 3. Это что? Правильно, это последовательность. Кортеж, если круглый скобок, это последовательность, последовательность. Если это последовательность, значит, элементы следуют одним за другим. Значит, логически себе уже выбираем. Извлечение по срезам можно? Можно. Добавить, пересчитать элементы можно. То есть вы сразу всегда прикидываете операции. Понимаете? А словарь это уже не последовательность. Вот это на первом этапе надо научиться разбираться. Немножко отвлекся, поэтому еще раз проговорю. Итак, первый этап вы четко должны понимать типы данных. Как они записываются. Понимаете? Я говорю, когда понимать, это значит представлять, написать столько раз, чтобы визуально, что если вы представляете список, то вы не представляете кусок бумажки, где написан список, а вы четко понимаете, что это квадратные скобки, и в них уже нечто записано. Что если вы представляете кортеж, то это круглые скобки. То есть это должно быть на автомате. Пишите столько, сколько нужно. На первом этапе у вас еще слабо будет работа с методами, с какими-то операциями над этими типами данных. Второе, что вам надо, узнаваемость, вы должны это видеть в коде. И, по сути дела, переход между первым и вторым этапом, он довольно быстрый. А в чем он заключается? Вот смотрите, ребят, вот прошли вы функции, поэтому на функциях, ребята, я говорю, на функциях мы задерживаемся и трем их до посинения функции. Первое, поставьте себе задачу посмотреть все уроки по функциям. Второе, поработайте с гуглом, то есть уроки вам дадут начальное хорошее понимание, вот, функции 7 уроков, 20 уроков и так далее. Да? Их надо не просто проделать. Вот как Сережа Асачи писал, я проделал функции, вот он писал, вот привожу пример, да, вот конкретный, чтобы вы поняли, что значит проделать. Давайте здесь я открою. Вот когда он писал, дам эту статью, историю, ребят, прочитайте, вообще здесь три статьи, Миша Беляковский, я почему оставил, что он описал по докам, очень важный момент, Сергей Асачий, вот он правильно понял, и сегодня он уже занимается разработкой, то есть довольно серьезными вещами, а как он описывал, что полгода назад, вот здесь пример, я просто все это вам будет дано почитать. Давайте сделаем так, то есть все совершенно реально. Вот я отдаю ссылочки, просто, чтобы вы понимали, пять месяцев назад он писал, я Ubuntu установить не мог, для меня это был как собрать космический аппарат, но в школе все происходит круче, быстрее, ну и так далее, и так далее, почитайте. Вопрос в том, что сегодня он изучает разработку. Дальше, следующий момент. Вот здесь вот где вдохновляющие истории, возможно изменится формат, но истории я оставлю. Я не зря здесь сделал три истории, Денис он пришел потом ушел на полтора года, через полтора года пришел, все пошло, то есть он изменил отношение к языку. Михаил Беляковский хорошо описал зачем работать с доками, а Сергей Асачий писал о втором языке. И в принципе, ребята, сейчас важный момент, потому что мы будем говорить о переходе от первого этапа к второму. Так вот, вот он пишет, я не хотел изучать Котлин, сейчас хотел пройти сначала Пайт, он знал, что Котлин это мобильный рынок, я посчитал, что выпускать нельзя, а до этого он где-то возле функции, правда, в четвертый раз, я вцепился зубами и перил все по полной, я не хотел откладывать, плюс у меня были там свои, но вопрос, что в конце статьи вы почитаете, что у него перестала быть разница, вот это вот переключение прошло, начало происходить нормально, почему? Потому что новичок очень боится переключиться на другую библиотеку, на другой язык, потому что думает, забудет, это ложное, и это надо преодолевать, именно подключением второго языка, но это не только та причина, и вот потом это все успокаивается, мы начинаем писать уверенно, и уже пишем потом на любом языке, но этот этап сам по себе не пройдет, пока вы не начнете какой-то второй язык, я говорю котлем, потому что предлагаю, потому что это мобильный рынок, почитайте истории, я все дал, все поймете, ребят, вот переход к второму этапу начинается с момента, считайте, как вы, да, вы проходите там весь материал до начала работы с классами, но помните, как только вы прошли функции, вот тут уже у вас начался как бы второй этап, на втором этапе важно очень подключать самостоятельную работу, две вещи надо обязательно делать, подключаем второй язык, прошли функции, подключаем второй язык, дальше, прошли функции, начинаем работать самостоятельно, то есть есть, допустим, раздел, я рекомендую проделать уроки, и я всегда говорю, одни ребята посмотрят, а другие начинают кропотливо делать, и смысл делания, что вы все это прописываете, и все прописываете в своих вариантах, и все это проделываете, то есть это идет постоянная работа, а тут, допустим, 10 страниц, и все эти 10 страниц идут на то, чтобы вы научились работать с типами данных, и очень твердо уяснили функции, и уже переслили к началу работы с классами, то есть по сути дела, чем отличается первый этап от второго, и второй от третьего, потому что на первом этапе мы просто знакомимся, на втором этапе мы начинаем работать с кусками кода, то есть работаем с функцией, там делаем некие простые действия с типами данных в пределах функции, начинаем изучать где-то импорты, где-то подключать другие библиотеки, где-то работать с какими-то еще вещами, и уже начинается работа, первая работа с джанга, то есть мы начинаем писать на фрейворке джанга, то есть начинаем что-то соображать, да, это не та разработка, которой мы будем заниматься на третьем этапе, потому что здесь все просто в джанга, и здесь есть определенная методика, которую я рекомендую, и она останется, не важно какая версия джанга, сейчас я чуть позже скажу, так вот, ребята, важно начать проделать, то есть кроме видеоуроков вы начинаете работать самостоятельно, в школе есть такая особенность, то есть то, кто работает в группе, то есть все сбрасывает, я того направляю, вот как делал Сергей Масач, как делал с Дмитрием Нагом, как сейчас делаю с другими ребятами, подсказываю, когда ребята пишут, здесь я все собираю, вот сейчас мы занимаемся уже разработкой, тут много всего я собираю, чтобы потом по этому сделать много уроков, но вопрос, вот где-то Виктору Шимакову подсказываю, вижу, когда ребята, но это надо те, кто работает регулярно, а не так, что раз полгода, поэтому я и работаю с теми, кто регулярно, потому что знаю ребят, которые реже заходят, они обязательно это увидят, и если захотят, проработают, вот почему я помогаю тем, кто активно работает, потому что это выгодно для всей школы, и так, второй этап, ребят, начинается, у вас больше идет самостоятельной работы, и здесь очень важно, уже подключаются совершенно иные еще инструменты, здесь уже мы обязательно начинаем работать с командной строкой, и очень-очень серьезно, вот здесь тоже я говорил, где Джанго сервер, здесь вы найдете уже Jupyter ноутбук, и подключите его, будете с ним работать, да, что такое Jupyter, да, это командная строка, которую можно сохранить в определенный формат файли, и потом вернуться, там можно писать и куски кода, и полные функции, поэтому это очень удобно, и тоже в каждом проекте у меня, как вы видите, есть Jupyter, да, где я проделаю некоторые свои вещи, это однозначно, вы будете смотреть уроки, все поймете, сейчас важно понять смысл, и второй этап, он большой, по сути дела, вы здесь намного больше работаете, но смысл один и тот же, вы уже, если раньше вы просто знакомились, то теперь вы пишете в пределах кусков кода, да, это не полный, но в функциях написали список, дальше, начинаете работать с ООП, то есть уже понимать, да, что такое init, я всегда сразу первый, что даю метод супер, чтобы ребята разобрались, начинаете понимать магические методы, опять же, уже знакомиться с ними, и понимать по крайней мере общую картину, что есть методы с двумя нижними подчерками, и что-то с ними надо делать, то есть получаете уже более глубокое понимание, по сути дела, в ООП вы начинаете понимать, что такое наследование, что такое абстракция, то есть основные принципы, их легко увидеть, эти принципы находятся, если мы наберем ООП, да, ООП, они во всех языках одинаковые, да, там, объектно-ориентированное программирование, вы начинаете, грубо говоря, понимать, что такое наследование, полиморфизм, инкапсуляция, абстракция, но в том или ином языке, и на втором этапе, как только прошли функции, архиважно подключить второй язык, этот второй язык, я говорю, лучше подключать Kotlin, потому что я, у вас получается четыре языка, вы начинаете с Python, на Python можно написать все или почти все, и он король веб, не забывайте, что YouTube написан на Python, что в Instagram серверная часть написана Django, то есть это мощнейший язык в умелых руках, и вы это увидите на этапе разработки, уже на третьем этапе, так вот, если вы берете Python и берете Kotlin, Kotlin, по сути дела, да, он заточен под мобилу, но на это язык общего назначения, по сути дела, на Kotlin можно написать все, что угодно, и полностью, это я считаю, что следующий шаг развития Java, при этом он довольно простой, там убраны все сложные вещи, развито очень мощно функциональное программирование, и очень сильно упрощены и развиты карутины, то есть это со-программы, по сути дела, так как это многопоточный язык из коробки, здесь есть и очистка памяти, то дописывать приложение мы можем, грубо говоря, начиная как новую программу, при этом не заботясь, что что-то поломаем, на Kotlin можно написать веб-сайт, на Kotlin можно написать веб-сервер, на Kotlin можно написать мобильное приложение, при этом Kotlin полностью перегоняется в Java, то есть если нам что-то не хватает, то можно всегда взять Java, хотя Kotlin полностью полноценный язык, но все равно рано или поздно вам будет интересно заглянуть, поэтому Python, Kotlin, Java, GC, GC вы изучаете уже третьим языком, когда начали изучать Kotlin, почему? Потому что тогда вы начинаете на втором этапе, это все идет второй этап, ваша задача на втором этапе выйти на уровень понимания, вот у нас язык, один, вот у нас второй язык, вот у нас третий язык, а мы должны выйти на уровень вот этот, выше всех языков, и это можно сделать, если мы начинаем изучать второй язык, почему? Вот объясняю свой личный пример, когда, я потерял время, я потерял примерно четыре года, хотя, вроде я читал статью тогда, что отдайте там языкам десять лет, изучите с десяток языков, одного из профи Google, но мне никто не сказал, что вот начни, а я вам говорю, прошли функции, начинайте изучать второй язык, потому что я вот думал, вот функции D в Python, вот так и все функции, потом, когда я столкнулся с GSC, то я увидел, что оказывается, что функции бывают высшего порядка, и они делают то-то, и тогда до меня дошло, что оказывается, ведь мне не надо брать весь язык и смотреть, а что там, как делается, мне достаточно почитать и языки сейчас, а что есть, допустим, функции в этом языке, функции в этом языке, допустим, имеют высшего порядка, я для себя уже дальше все выводы сделал, ага, они принимают другие функции, значит, обратного вызова, значит, в них есть аргумент, они делают то-то, то есть, я уже понимаю, как писать, но это знание, ребята, начинает приходить, когда вы открываете второй язык, потому что все языки схожи, по крайней мере, те, которые мы изучаем, это важно понять, и по сути дела, вам начинают становиться понятны вещи, общие для всех языков, и именно поэтому, ведь подумайте, вы проходите Котлин, и работаете с функциями Пайтона, работаете с функциями Котлин, да, они по-разному записываются, но принципиально они работают одинаково, а скажите, неужели вы думаете, вам будет сложно понимать, что такое функция, открыть функцию DC и почитать, легко, и это все проверено на практике, вот с этого момента, подключил второй язык, вы начинаете понимать, что вы можете уже, в принципе, пользоваться и другими языками, но, ребят, на втором этапе, запомните, функция, это королева, у вас должно не просто понимание, вы не должны задумываться там в скобках, а что это за аргументы, а что они делают, вы должны настолько выскрести эти функции, настолько их затереть, чтоб вам дурно было, чтоб вы садились за стол, и вместо ложки вам казалось, что это функция, запомните это, это важно, а как это сделать, и опять я вас возвращаю вот к тому видео, которое давал, да, вот эта подготовка, то есть на втором этапе вы начинаете осознанно, вот я говорил, вот не нравится ребятам это видео, да, потому что, когда мы неправильно учимся, а здесь надо учиться определенным образом, вот как я рассказал, посмотрите это видео, да, то есть ваше обучение начинает включать много этапов, то есть посмотрели урок, как я говорил, дальше поработали с личными вещами, где мы говорили, да, это все идет в группе, дальше проискали в интернет, дальше записали, и вот почему Асачи начал писать через полгода на двух языках, он все писал, я вот видел, все пишет, все пишет, это сбрасывается, у него все записано, почему он меня понимает, сегодня я говорю на словах, потому что все прописано, как только вы начинаете что-то отодвигать, например, вот я говорю, что на этом этапе надо, изучаем джанго, смотрим код, это то, что я говорил, Миша Беляковский понял, да, как работа, а ведь я много об этом говорил, и надо, взяли джанго, проискали, то есть, по сути дела, к концу этого этапа, вам должна быть понятна любая документация, любая, любого языка, а в чем, а когда начинаются проблемы, а начинается проблема, оказывается, что потом к разработке мы не можем перейти, почему? Да все доки, в принципе, написаны, что мы откроем, ну, допустим, выборку откроем, да, все доки написаны, как, а все доки написаны именно в командной строке, все доки написаны в командной строке, допустим, смотрите, ребят, мы упустили это, решили, а не работать, а именно так и делает ошибку новичок, почему? А новичку проще написать всю функцию и посмотреть, что будет, а так не работает, так не работает голова и мозг программиста, не должно работать, программист должен, если мы выбираем, то, по сути дела, программист должен написать сам метод, а остальное в голове достроится, то есть, то, что он возьмет таблицу, то, что он потом выведет, там, в HTML или в TXT файл, или куда-то еще, или вообще, допустим, куда-то другое место, да, остальное все достраивается, но этот навык начинает проходить только тогда, когда мы начинаем работать в командной строке, посмотрели, потом написали функцию, со временем приходит понимание, ага, вот так я выберу объекты, остальное я допишу следующим образом, то есть, выведу HTML, и уже в голове всплывает, и получается, не работаем с командной строкой, все, то есть, доки не понимаем, в доках не роемся, а я говорю, что идите всегда от приложения, к докам, почему, потому что новичок, когда открывает доки, он их практически не понимает, но в принципе, когда вот по видеоуроку он делает, где я там объясняю, например, там открывает курс, и берем там, ну, например, так, не сервер возьмем, ну, Django 2, да, там возьмем, подождите, где бы я хотел показать, немножко не там я хотел показать, а, ну, допустим, пошли комплексы изучения моделей, виды моделей, подключаем к нашему проекту, дальше поехали сами модели, и дальше мы, настройка полей модели, и мы разбираем там по полям, то есть, разбираем урок, и вы, по сути дела, что должны сделать, вы должны быстро найти это в документации, посмотреть, потому что вам понятно в уроке самом, теперь вы находите поля модели, в документации, смотрите, что у нас в скобочках пишется, да, там, может быть, запись пустой, либо выборка, и вы понимаете, о чем здесь пишется, а здесь пишется типы данных, как это излагается, и со временем вы уже начинаете и обратный порядок, просто смотря на документацию, понимать, но этот навык, он нарабатывается каждодневно, то есть, если мы работаем каждодневно, с командной строкой, раз, если мы, работая с кодом, то, что я говорил, Миша Беляковский понял, постоянно залазим в документацию, во-первых, мы знаем, где что, во-вторых, мы учимся читать документацию, в-третьих, все это мы описываем своими словами, у нас происходит навык, что мы можем говорить о коде, связывать код, и выражать мысли о коде, но ведь это тоже навык вырабатывается, и там другие навыки, то есть, вот эти навыки уже на этом этапе, они должны полностью выработаны, и работать на вас, но если мы вот это опускаем, то все происходит совсем не так, то есть, у нас получаются дырки, и, по сути дела, дырки в чем? В базе, а потом начинаются вопросы. Почему? По сути дела, что мы делаем на втором этапе? На втором этапе мы работаем в пределах уже определенных конструкций, функция, класс, то есть, и пишем небольшие куски кода, да, они еще не очень осмысленные, да, то есть, их нельзя прикрепить к какой-то программе, но мы четко понимаем на данном этапе, что, допустим, когда мы берем классы Python, да, там, классы, мы берем классы Python, да, то, по сути дела, мы уже начинаем понимать, зачем нам и нет, то есть, нет, и должны на этом этапе понимать, вот, чтобы вы ориентировались не так, вот, ах, и нет, а что ж это такое? Если вот эти вот простые вещи, основополагающие, мы начинаем думать сидеть, так вот, то есть, init, self, это база, да, то есть, если вы сидите и думаете, self, просто он пишется, а у вас должно в голове всплыть, что выделено место, что создана ссылка, то есть, все вещи, да, вот эти должны уже считаться на автомате, если вы заметили, что на данном этапе простые конструкции в классах, в наследовании, вы задумываетесь, а я подзабыл, что такое self, или вдруг встречаете там самые простые вещи, в словаре там видите, там извлечение по срезам, да, и вы думаете, а что это такое? то, ребят, это скоренько надо исправлять прямо сейчас, не откладывая, не откладывая, и здесь вот, здесь вопрос, если вы в свое время писали, то вы быстро напоминаете, у вас всплывает в голове моментально, если вы не писали, то в принципе, начинайте это делать прямо сейчас, почему? Потому что, вот именно кто не пишет, вот эти вещи начинают происходить, почему? Если бы человек сидел и описал, что такое ини, зачем он нужен, и как это работает, то в принципе, 100% уверен, криво, косо, первое время, но он бы это помнил, в принципе, по крайней мере, общая суть, если человек просто где-то посмотрел, но не прописал себе, не описал, то это, в принципе, вылетело и залетело, почему? Потому что в языке много мелочей, много мелочей, но я говорил, что второй этап, это приобретение правильных привычек, я о них сказал, видео и дал вам ссылку, и третий этап, уже мы переходим, который сейчас начался в школе, я тоже дам ссылку, вы посмотрите видео, это этап довольно сложный, это уже непосредственно сама разработка, то есть мы здесь не говорим именно о, вот здесь я показываю просто, здесь мы не говорим о разработке, допустим, только там приложения на Джанго, да, там, например, вот что я обычно показываю, сейчас, секунду, чтобы вы поняли мысль, а мы говорим уже о серьезной работе, то есть, вот, допустим, смотрите, как раз этот фрагмент я и пытался объяснить, вот, допустим, в одном из последних видео, я вам дам сейчас, во-первых, ссылки некоторые, вот дам ссылку, начните здесь, и вы почитаете статьи по разработке, обучение разработки, то есть, по сути дела, это интересные вещи, и по ним вообще написано много видео, чтобы вы переосмыслили, что в принципе этот этап немножко другой, и здесь мы изучаем вещи, вам кажется, может быть, немножко сложноватые, но на самом деле они, опять же, простые, все зависит от того, что вы делали ранее, я дам ссылку на канал, да, пока, потому что код будет весь в школе, а общее, где-то представление, сейчас, кошечка, то я хочет играть, наелась, и мяукает, басик, подожди еще минуту, сейчас будем играться, не канал, а лист с видео, да, и вы здесь посмотрите, здесь много ссылок на статьи, и статьи очень длинные, где можно переосознать, но надо понять смысл, о котором как раз и рассказываю, что на этапе разработки, мы уже начинаем работать, с программами, но начинать надо, именно с чего, потому что здесь, появилось много вопросов, и допустим, если раньше человек работал в пределах какого-то куска кода, то на самом деле, не так-то просто перейти, и здесь я говорю, здесь мы делаем несколько вещей, первая вещь, например, мы выбрали, что должен сделать программист, правильно, определить методику, как он будет что писать, но, одно дело, раньше он понимал, что такое миксин в общем, а сейчас его задача применить этот же миксин, да, возможно, вы не знаете, но это некая примесь, посмотрите это видео, поймете, да, эти видео поймете, да, о чем я говорю, там мы много говорим о миксинах, потому что мы с этого начали, так вот, но здесь есть одна маленькая фишка, которая влияет на все, разобравшись в применении миксинов, научившись, допустим, миксины мы взяли, потому что мы с тех начали, я говорю, дальше пойдет абстракция, агрегация и так далее, более сложные вещи, работать со свойствами, так вот, мы начинаем не только для разработки, вот того, как джанга разработка, как другие приложения, а мы начинаем их применять и в самих библиотеках, использовать в любых вещах, то есть наш код становится довольно крутым, да, но с миксином мы только начали, почему, потому что миксины, как я сказал, вы посмотрите вот те видео, да, они многое нам приносят, потом мы работаем с декораторами, то есть, по сути дела, в чем заключается третий этап, основное его отличие, что мы начинаем работать с программами, сначала с программами, которые составляют там 3, 4, 5 шагов, но уже осмысленные, и мы начинаем работать уже над методикой, и здесь, вы когда посмотрите вот эти видео, вам будет интересно, я сейчас не успею, потому что там уже часов 6 видео, да, вот эти видео посмотрите, то здесь смысл, вот, как научиться разработке, на самом деле, можно ли это описать в книге, нельзя, почему, потому что это было бы 10-томник, но, как вот я для себя открыл, вот этот метод, который в школе, да, потому что, когда я открыл, допустим, Нутро Джанго, потом Нутро Пандас, и других библиотек, они все по-разному написаны, и каждому методу, как описана библиотека, можно отдать целую книгу, так вот, поэтому, есть принципы, я говорю, вот принцип, мы будем опираться на библиотеке, которым 2-3 года, да, то есть, и так мы будем видеть, как писать правильно, и вот мы открыли Пандас, я показал, смотрите, Пандас написан на миксинах, да, и Сергей Асач, который занимался, он быстренько, быстренько, его код начал меняться, и он, помню, зацепился за миксины, и уже начал заниматься проектированием с миксинами, и схема его начала меняться постоянно, почему, потому что проектирование тоже не так все просто, одно дело, говорю, понимать, что такое миксинг, другое дело, применить в конкретной программе, а мы начали, уже ставим более конкретные задачи, то есть наша задача написать логику предприятия, дальше реализовать это сервер-часть и сделать мобильную часть, то есть нам надо несколько языков, при этом я говорю, не, мы же не можем писать, допустим, конкретно какого-то предприятия, это будет кастомно, мы должны писать типа фреймворка, чтобы это было абстрактно, иными словами, пришел человек, взял, описал при помощи нашей библиотеки, заправки, заправку, а другой комбинат целый, вот в чем суть, да, а это значит надо работать с абстрактными классами, это надо понимать уже абстрактный класс интерфейс, тут оказалось тоже куча проблем, то есть здесь море работы, с чем надо работать, но вот этот переход к третьему этапу, к разработке, ребят, я говорю изначально о глубоком понимании языке, и о разработке самих библиотек, но услышали мою мысль, кто вот это изучит, вот ради этого и приходят люди в язык, именно этого они хотят разрабатывать, и тот, кто глубоко понимает вот эти вещи, начинает, конечно, потом очень профессионально писать, и более простые вещи, это, грубо говоря, взял класс Тиджанга, подумал, ага, напишу я на Амиксинах, и бомбишь, да, то есть поняли смысл, значит, я единственное, подведу сейчас итог, так как я вам эти видео дал, вы посмотрите, и они будут добавляться, может вы там позже смотрите видео, да, сам кот в школе, но здесь просто я хочу, чтобы вы вот это посмотрели видео, а их много здесь, видите штук, подождите, где эти видео, которые я дал, я вам дал пока их не так много, именно разработка, да, но по крайней мере разработка Python OOP, здесь сейчас немного видео, сейчас 9, а может уже к тому времени больше, то есть и вы поймете, по крайней мере просмотрев их, потому что здесь я даю именно теорию, чтобы набить в вас, как это правильно сказать, понимание у вас было, что, зачем и как, и опираюсь я не на свой опыт, а я сказал ребятам, вот у нас есть крутые парни, которые мне лично нравятся, то есть я взял проекты Рассела Китамаги, да, по сути дела кто это, это один из президентов, один из ведущих разработчиков Джанго, компетентен во всех частях разработки Джанго, то есть, а это Джанго сложнейшая вещь, там все метаклассы, и говорю, вот он, да, у этого парня надо учиться, но Джанго для нас сложновато, согласен, потому что вы увидите, я здесь рассказывал и про Джанго, да, я показывал нутро, показывал, что на самом деле есть вещи Python, создания собственных типов, о которых даже люди не задумываются, даже многие, но у него есть проекты такие, как Бивари, да, и сам проект молодой довольно, но здесь есть приложение и графические, для Android смысл такой, вот этого проекта его, что я написал один раз код, и дальше я его могу превратить в мобильное, в графическое, исправить ошибки и так далее, но нас интересует нутро этих библиотек, то есть вот здесь мы можем у этого человека, у этого парня, да, научиться, а вот когда мы понимаем уже, что такое вот эти миксины, а давайте я говорю, посмотрим, как Russell Kitt, как Kitt, да, использует миксины, он, давайте у него возьмем этот опыт, вот, ребят, к чему я веду, что вот это правильно, я считаю, вот это правильно, когда есть библиотеки, есть парни, которые не пишут книг, он не будет, ему нет времени, но у него есть код, который мы способны на данном этапе понять, и посмотрев, а как же Kitt применяет те же миксины, как он применяет декораторы, что под них описывает, вот это мы берем опыт, но чтобы понимать этот код, с теми же миксинами, вот я показывал Сергею Спандос, вы все найдете в этих видео, о которых я только что говорил, что сначала мы должны что сделать? Абсолютно верно, сначала мы должны сами разобраться, я говорю, Сереже, вот сейчас, я имею в виду Осадчева, сейчас от 40 до 60 дней мы работаем с декораторами и с миксинами, то есть мы пишем малые уже программы, но при этом должно в голове на третьем этапе уже четко откладываться, то есть декоратор меняет код, миксин приносит конкретное действие, опять же я об этом не буду говорить сейчас, потому что вы это все здесь узнаете, где мы говорили в этих видео, да, вот здесь, да, смысл, но смысл такой, что на третьем этапе уже мы должны научиться определять, что есть конкретная программа, есть конкретная задача, и вот здесь мы будем использовать миксин, мы его описываем, и Сережа уже начал присылать, да, и самое главное, я говорю ему, ты огромный молодец, вот он написал, да, он в конце пишет, возможно неправильно, ребят, это не важно, если он начал писать, то есть он уже начинает писать, вот это я описываю декоратором, вот это описываю миксином, то в любом случае опыт его приведет к чему нужно, важно, что вопрос миксинов для него будет раз и навсегда закрыт, а это уже методика, и так потом мы будем абстракцию, агрегацию, и мы эти методики, уже методики, ребята, написания, мы начинаем собирать, а это уже настоящая разработка, и при этом, как я сказал, мы учимся самым глубоким вещам Python, и здесь уже на этом этапе идет очень глубокое понимание кода, но как я сказал, что наиважнейшим является, наиважнейшим является то, что вы с этого этапа, если вы два предыдущих и начали второй язык, и в общем делали примерно, как я говорю, непримерно, а желательно точно, то в принципе вы способны писать на любом языке, вы способны подключить любую библиотеку, и как только вы этому научитесь, все, пойдет дело. Теперь, вот как Сережа описал, смотрите, я вижу, что ему Pandas понравилось, это библиотека, которая относится к машинам обучение, но она относится, правильно сказать, для работы с анализом, да, данных, и вот он дальше описывает, я так понял, что на миксингах пишем какие-то типы действий, с помощью декоратора решаем, как будут выглядеть эти типы, каким типом они станут, ну, пока он сложновато объясняет, но уже, с помощью создадим нужного типа, я то его понимаю, но все, так же я мог бы написать декоратор Pandas, цеплять его куда хочу, все верно, Сереж, по сути дела, это так, и дальше я ему дал уже домашнее задание, чтобы он, в принципе, это все сделал, и мы, выявляя ошибки, будем идти дальше, то есть, поняли, и по сути дела, вот то, что я хотел рассказать, это коротко, это, ребят, более-менее спонтанно, но очень точно, по сути дела, я вам описал три этапа, вот именно вот эти два этапа, они были в школе, третий уже начался, то есть, по сути дела, я собираюсь делать в школе, чтобы было полное, то есть, знакомство, развитие и разработка, то есть, именно становление на ноги, разработчика, да, в принципе, то, что я хотел сказать, я рассказал, я говорю, что моя задача была, чтобы вот вы, по крайней мере, имели представление, почему, потому что, ну не могу я в одно видео, там, вложить и код, и все, иначе бы это было несколько часов, сейчас важно было дать мне вот этот вот посыл, чтобы вы могли вот себе сесть и представить, какие я силы затрачу, что мне надо изучать, то есть, как я буду взаимодействовать, как я буду понимать, что я двигаюсь, куда мне двигаться, потому что, именно от этого, как вы понимаете, куда и как двигаетесь, одна секунда у меня осталось, куда и как двигаетесь, будет зависеть, насколько быстро вы понимаете, вот я рассказал, послушали это видео, уже вы четко будете понимать, по крайней мере, что вам делать, чтобы начать разрабатывать, а если вы тут можете делать, допустим, сейчас в школе, по сути дела, новичок знакомится, познакомился, он делает и второй этап, а если человек в группе, то он будет, конечно, смотреть, а Сачи сбросил декоратор, там, или миксин, и почему бы ему не посмотреть, есть силы посмотрел, и смотрите, вы второй и третий этап будете как бы совместить, и рост будет уже эффективнее два раза, в общем, ребят, поняли, ну плюс, я еще не успел рассказать просто о Джанго, ну тут достаточно материала изучения вы, о других библиотеках, ну в общем, много чего, по сути дела, здесь я говорю одно, надо быть в группе, потому что надо вариться в этом, и быть в группе, тогда все это будет работать намного эффективнее, быстрее, потому что вы постоянно будете получать, информацию, и использовать ее, вариться в этом коде, ну, а для новичков, которые, хотят начать, значит, начинать надо с сайта spb-retout.ru, то есть, получаем пожизненный логин и пароль, а дальше, как я говорил, после функций, обычно, ребят сразу покупают, получить доступ к котлин, да, то есть, начинаем второй язык, почему я говорил, старайтесь следовать рекомендациям, старайтесь, вот то, что я рассказывал, про командную строку, я сказал, на самом деле, очень много мелочей, но, как я говорю, это видео больше посыл, чтобы у вас в голове сформировалась картинка, а в школе все это можно уточнить, в школе все это можно делать, смотреть, как другие, где-то вас будут корректировать уроки, где-то записи в группе, где-то сами курсы, то есть, это идет процесс, но одно я хочу, чтобы вы вынесли с этого видео, я на этом заканчиваю, что вы должны четко определить, какие взаимоотношения у вас будут с языками, и четко понимать, куда вы двигаетесь, как вы двигаетесь, вот все, что я рассказывал, что я, что я, вот я понимаю, что я понимаю на данном этапе, значит, где я нахожусь, сколько мне еще до разработки идти, и так далее, и так далее, потому что само собой там вдруг вы проснулись, и вы разработчик не будет, везде идет работа, сложного здесь, ребята, нет ничего, здесь есть просто все эти сложные вещи, они делятся на простые, здесь есть просто последовательная работа, начали, и обязательно будете писать, я в этом не сомневаюсь, спасибо, у вас все получится.